Не сильный рев, но моторов, не болит, но гоночный, не в салоне авто, но пилот. И все это вместе автомодельный спорт. На соревновательном треке участники второго этапа Кубка Омской области. За право носить звание сильнейшего спорят пилоты радиоуправляемых моделей ТТ и БАКИ 10Э. В первый зимний турнир гоняются спортсмены не в крытом помещении, и не на свежем воздухе, как это происходит в летний сезон, подготовить гоночную модель к состязаниям нужно. Такие маленькие машинки, они попроще, чем большие. Если есть опыт, ну один вечер посидеть, залить амортизаторы, отрегулировать. Дело требует больших финансовых вливаний или нет именно этот вид спорта? Чтобы вот здесь участвовать, изначально надо тысяч, наверное, 11. То есть сама модель уже собранная, самая простая, аккумуляторы, минимальный комплект инструмента. Но если собрать вот такого плана, подороже чуть-чуть. Скажите, пожалуйста, есть такое мнение, что вот вы в детстве в машинке не наигрались, сейчас играете, это так? Наоборот, в детстве играл много и сейчас продолжаю. Антон Мазеин один из самых юных поклонников автомодельного спорта. Оказался в нем случайно. Проходил мимо трассы, где летом гонялись спортсмены. Увидел, заинтересовался. Интерес этот не покидает парня сегодня. Провел летний сезон, в интернете нашел подходящий болид для зимы. Теперь соперничает с бывалыми гонщиками. Получается неплохо. Главное, на что нужно обращать внимание, состояние авто после каждого заезда. Сейчас я меняю силикон в амортизаторах, так как бежит амортизатор, все вытекает, и модель ухудшает свои характеристики. Из-за этого не получается достаточно хорошо ехать. Ну, после каждого заезда идут какие-то мелкие регулировки, например, как жесткость амортизаторов, количеством колечек вот этих. Меняется аккумулятор, каждый раз заряжается. Просматриваются все болты на предмет того, что если, например, какой-то чуть отключился, его надо бы затянуть, чтобы он не разобрался во время заезда на дороге. Ну, и просто, ну, осмотр, так говоря. И осмотр выдает, вот, все вытекло из амортизатора. И все. Сейчас буду менять. Вы к следующему заезду подготовитесь? Ну, надеюсь, что успею. В таком формате соревнования проходят с 2008 года. Ранее участникам приходилось выезжать на соревнования в другие города. Сегодня условия позволяют подготавливать молодых спортсменов для более серьезных соревнований, например, на первенство России. В ноябре начался зимний сезон Кубка Омской области по автомодельному спорту. Зимние гонки на моделях существенно отличаются от легких. Трасса – неприродный ландшафт. Ковролин. Конфигурацию трассы придумываем либо самостоятельно, либо берем за основу конфигурацию какого-нибудь европейского чемпионата, скажем. И конфигурация трассы в течение сезона не меняется, как правило. То есть каждый сезон, каждый год конфигурацию придумываем новую, но в течение года она остается неизменной. Среди победителей на этот раз оказались Александр Голков, Иван Смолин, Данил Голубев. Однако на этом автомоделизм в Омской области не заканчивается. Заключительный этап Кубка планируется провести в апреле 2014 года. Кубка планируется в «Симон» и «Симон» и «Симон» и «Симон». Субтитры подогнал «Симон»